Добрый вечер! Встречи назначены на 22 и 25 января. Затем коллектив вернется в Россию, а 29 числа улетит на второй сбор в Испанию. По планам горожане в этой стране проведут еще шесть товарищеских поединков. Список соперников сейчас согласовывается, но уже точно можно сказать, что в числе оппонентов черно-зеленых будут венгерский видеотон, хорватский осиек и пражская славия. А прямо сейчас по несколько слов о тех клубах, с которыми Краснодар на первом сборе сразится. Как я уже говорила, соперника два. Итак, первый китайский Хэнань Джанья с этой командой год назад, там же в Объединенных Арабских Эмиратах, горожане спарринговались. Та встреча завершилась крупной победой нашей команды 5-0. Знаком нам и второй оппонент, узбекский Пахтакор. С ним черно-зеленые проводили контрольный матч в феврале 2014-го. 1-0. С таким счетом горожане тогда выиграли. Через минуту поговорим о тех клубах, с которыми на своем сборе сразится Кубань. Ее футболисты выходят из отпуска завтра. Коллектив соберется на клубной базе. Сначала все игроки пройдут медобследование. Первая тренировка назначена на 14 января. А 15-го желто-зеленые вылетают на двухнедельный сбор в Турцию. Там назначены две контрольные встречи. Из Белика клуб вернется в Россию, затем отправится на следующий этап подготовки ко второй части сезона. Запланировано также участие нашей команды в февральском кубке футбольной национальной лиги на Кипре. Уже известно, что на групповом этапе желто-зеленые встретятся с Ярославским Шинником, подмосковным Чертаново и с Глубом Тамбов. Возможно, на этот турнир вместо основной команды отправится Кубань-2. Итак, о соперниках по первому турецкому сбору, на который клуб в субботу отправляется. Первый контрольный матч пройдет 21 января. Играть предстоит с румынской командой «Конкордия». Она на данный момент занимает 12-е место в чемпионате своей страны. А в последний день сборов 29-го числа желто-зеленые встретятся с самым титулованным клубом Хорватии. 15-кратным победителем национального первенства с загребским «Динамо». Далее о регби. Сборная России по регби-7 готовится ко второму этапу мировой серии. Пройдет он 3-4 февраля в австралийском Сиднее. Тренировочный сбор россиянки проводят в Новогорске. Туда приехали 24 игрока из пяти клубов. Получили приглашение в национальную сборную и две представительницы краснодарской команды Центра спортивной подготовки номер 4 – Надежда Кудинова и Полина Буравлева. В Подмосковье сборная России пробудет до 19 января, после чего девушки улетят в Австралию. О Надежде Кудиновой мы решили в этом выпуске более подробно поговорить. Евгений Резник об одной из лучших рэгбисток мира нашей Надежде. Спортсменка, комсомолка, красавица. Так бы сказали об этой девушке современники кавказской пленницы. Лучшая рэгбистка России даже внешне чем-то напоминает главную героиню фильма. На первый взгляд непонятно, как миниатюрная Кудинова добивается успехов в таком, казалось бы, контактном и травмоопасном виде спорта. Но девушка уверяет, рэгби уже давно перестало быть исключительно мужской дисциплиной. На самом деле, женщина сейчас во всех видах спорта. И рэгби не исключение. Почему нет? Если девушки могут в бокс уходить, то почему они не могут играть в рэгби? Тем более женское рэгби очень интересная игра получается. Я, правда, считаю, немножко жестче, чем мужской, потому что все-таки девушки такие, более какие-то злопамятные, может, эмоциональные. А первые свои спортивные эмоции Надежда получала в другом игровом виде. Своё будущее она когда-то связывала с гандболом. Но команда, за которую выступала Кудинова, распалась. Завязать со спортом навсегда или попробовать себя в чём-то другом? Решила всё-таки попробовать – в рэгби. Причём, вспоминает, сначала приглашение отвергла, а затем послушалась старших. Родители настояли и сказали, иди, тебе дома делать нечего. Ходишь тут, потухшая какая-то на тренировке энергию свою тратить. И я подумала, да, всё-таки, наверное, спорт – это то, с чем я хочу связать в своей жизни. Не пожалела, до сих пор рада, что всё-таки послушала, благодарна родителям. И достигла очень много здесь в рэгби. При этом сама Кудинова на поле должна оставаться самым хладнокровным игроком команды. Она полузащитник, мозговой центр. В футболе таких называют плеймейкерами или свободными художниками. Лидерские качества «Надежды» довольно быстро стали очевидны всем – и тренерскому штабу, и коллегам. И в Краснодарском ЦСП номер 4, и в сборной страны. Я, когда пришла в сборную, я сразу хотела стать капитаном. Ну, вот, мне и хотелось. Капитаном я стала не так давно, только вот в этом сезоне. До этого была вице-капитан. Вот. Ну, как бы, я всегда себя чувствовала лидером в команде. И я не могу сказать то, что вот я вот теперь официально стала капитаном, и до этого я как бы не была им. Ну, где-то в глубине души была, я всем помогала, девчонкам. Я тянула за собой команду. Вплоть до лета 2016-го Кудинова тянула и себя, и коллег по команде во имя большой цели – Олимпийских игр в Рио. Спортсменка за 9 месяцев до игр признавалась – даже в периоды депрессии, эмоциональной и физической усталости вся команда жила только мечтой о поездке в Бразилию. Бывает, когда тяжело становится, говорю, блин, ради чего? Потом вспоминаю, у меня же еще Олимпиада. Нет, это нужно, это обязательно, это надо терпеть, это нужно себя собрать, давай-ка, наверное, не рассусоливай ничего. Нужно, нужно. Достичь цели девушкам, к сожалению, не удалось. В отборочном турнире россиянки в финале уступили Испании и остались без игр. После этого Кудинова в очередной третий раз выиграла чемпионат Европы и теперь с новыми силами готовится покорять новые вершины. Главная задача и для сборной, и для Надежды ясна – попадание на Олимпиаду 2020 года. Причем задача эта семейная. Муж Надежды, Михаил Кудинов, также игрок сборной по регби-7. Ему также предстоит поворотся за путевку в Токио. Евгений Резник, Кубань, 24. Еще одна спортсменка и красавица наш выпуск завершит. Игрок волейбольного «Динамо» Наталья Ходунова, напомню, герой этой недели. Сегодня вспоминает самый счастливый день в своей жизни. Свадьба у нас прошла в Москве 14 мая 2016 года. В этот день я была очень счастлива, так как приехали все мои друзья, все родственники Сусоли Сибирского, подруги приехали. Тетя с Белоруссии приехала. И мне, в общем-то, больше ничего и не нужно было. Все были все рядом, все со мной. Свадебное путешествие у нас было во Вьетнам. Конечно, я мечтала о Мальдивах, но мы так шиканули на свадьбе, что на Мальдивы уже не полетели. Полетели во Вьетнам. Понравилась очень страна, понравилось море. Единственное, мы жили в самом городе, и больше, наверное, в городе бы я жить не хотела. Хочется куда-то в какие-то уединенные места, потому что там очень шумно. Дорожных движений вообще никаких правил нет. Нам приходилось перебегать дороги с бешеной скоростью, потому что там даже на пешеходах не останавливались машины. Ну, в общем, больше, наверное, мы во Вьетнам не полетим. Хочется куда-то дальше. Вот как-то хочется на Мальдивы у меня. Не знаю, надеюсь, эта мечта осуществится. Очередную историю волейболистки завтра в вечернем выпуске «Спортивных фактов», как обычно, покажем. А на сегодня это все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok